Даже видно по окнам, стекала крыша строительная, с крыши какое-то вещество, и вот эти окна не отмываются вообще. Следы от потеков не только на окнах, о том, что любую непогоду 33-й детский сад переживал с трудом, говорят и пятна на стенах. Такая картина, как ни странно, в новом корпусе. Его построили в 2015 году, но крыша уже протекает. Причину нашли. Кровля была изначально сделана неправильно и очень сильно протекала по группам, коридорам. То есть были множественные протечки. Перед началом учебного года самое время проблему решить. Вместе с новым корпусом капитально ремонтируют и старые. Приступили к работам 13 июня. Какие-то есть замечания строительные? Нет, замечаний нет. Все делается аккуратно, чисто. Мусор сразу собирается, вывозится. Мы вообще очень довольны, честно говоря. Ни один раз затопленные залы, коридоры, игровые и пищеблок преобразятся полностью. От пола до потолка обновят и систему вентиляции. Пока повсюду стройматериалы, мебель спрятали под пленку. На сегодняшний день кровельные работы выполнены и два последних дождя показали, что качество ее соответствует. Ни одного потека нет. Группы сухие. Поэтому можно сказать, что да. Юные воспитанники терпеливо дожидаются, пока их второй дом станет лучше. Временно ребят перевели в 69-й сад. Но вернутся в свой родной уже скоро. Надеемся, что детки к сентябрю вернутся в свою заслуженную игру. Да, очень надеемся, что у нас новый учебный год начнется в новом красивом саду. До 25 августа работы планируют завершить. Тогда о лужах, ведрах и потрескавшейся штукатурке уже ничего напоминать не будет. Олеся Лукина, Андрей Безуглов, телекомпания «Одинцова». Продолжение следует...